МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое первое, что лучше всего начинать делать, это делать вот такое вот упражнение. Мы подбиваем один раз мяч ногой и ловим его в руки. То же самое мы проделываем с левой ногой. Это упражнение даст вам понимание того, как нога должна двигаться во время удара. То есть, чем больше вы сделаете вот таких вот движений, тем быстрее ваша нога привыкнет к мячу и привыкнет к определенному типу движений. Один совет. Мяч не должен лететь очень высоко, либо в сторону атласа. Для этого нужно просто подбивать мяч тем местом, где у вас шнурок. Подъем. После того, как у вас появится некоторое чувство мяча, лучше всего пробовать это же упражнение по два раза. И ловим руки. То же самое левой ногой. Сколько делать это упражнение? На самом деле ответ прост. Чем больше, тем лучше. Но я могу вам посоветовать как минимум делать одной ногой по 100 раз. Если вы можете больше, делайте больше. Можете ориентироваться по времени. Набивайте 10 минут одной ногой, 10 минут другой. 10 минут поочередно. И так же каждое упражнение делайте примерно по 10 минут. Как только вы почувствуете контроль над мячом, и то, что ваши ноги начали работать приблизительно в одном ритме, нужно пробовать делать максимально на один раз. Для того, чтобы чеканка была стабильной, и вы набивали много, нужно очень много тренироваться. И не каждый человек обладает такой силой воли. Но чтобы разнообразить наши тренировки, чтобы они были более интересные, можно играть в обычную игру. Самая простая, это игра, которую играли все, наверное, раньше во дворе. Это пингвинчик. Суть заключается в том, чтобы набить 10 раз ногой, 10 раз коленом, 10 раз рукой, и 10 раз головой. Так же можно играть в игру, которая называется просто до 100. Я не знаю, как она называется. Называется до 100. И мы набиваем двумя одной ногой. Сделали, допустим, 6-7 раз. Следующий подход мы делаем. 3, прибавляем 3, у нас получается 10. И каждый подход мы добавляем. Еще один способ разнообразить ваши тренировки, это попробовать набивать сидя. Первым, что нужно делать в набивании сидя, это пробовать набивать по одному разу одной ногой. При этом ноги мяч крутят. Один момент, чеканки сидя. Ваша нога не должна быть расслаблена. Ноги должны быть вытянуты и напряжены. Это делается для того, чтобы вы подбивали опять же мяч подъемной части ноги, где расположена шнуровка. Если мы будем подбивать мяч носочком, он будет лететь вперед либо в сторону. Если подбивать ровно вот этой вот части ноги, мяч будет лететь ровно вверх. Один небольшой лайфхак для вашей тренировки сидя. Старайтесь набивать возле какой-нибудь преграды, стенки, это может быть угол дома, возле кровати. Все это сделано для того, чтобы ваш мячик при чеканке не улетал никуда в сторону. Он все время будет оставаться возле лаван. Как видите, если я бы не умел набивать, каждый раз мне бы пришлось вставать и идти вперед. Это отнимает свое время. Учимся чеканить коленями. Принцип обучения тот же самый. Сначала учимся по одному разу одной коленой. Правой вперед. Пытаемся сделать по очереди. По два раза. По три. По очереди. И так далее. Когда в рекорде у вас будет приблизительно 10-15 раз ногами и, возможно, 5-10 раз коленями, можно это дело все совместить. Поднимаемся выше и пробуем набивать головой. Самый главный момент. Мяч должен быть всегда в поле зрения. Подбив идет лобной частью. Приблизительно вот это вот. Еще один момент. Не пытайтесь очень сильно подбивать мяч. Мяч должен быть всегда в метре-полуметре от вас. Вот ваша максимальная высота. Еще один совет. Всегда старайтесь ловить мяч в руки. Даже если вы набиваете один раз, всегда ловите мяч в руки перед собой. Для того, чтобы улучшить общий контроль мяча, старайтесь набивать всеми частями тела одновременно. Пытайтесь со среди. Субтитры сделал DimaTorzok На сегодня это все, ребят. Тренируйтесь, учитесь, разнообразьте свои тренировки. Также пишите в комментариях, за сколько вы научились набивать 100 раз или какой рекорд у вас сейчас. Также подписывайтесь на наш канал. Вот здесь вот кнопочка снизу. А в следующем видео мы будем учить разные способы поднимать мяч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok